в интернете есть куча видео о том как выбрать радиатор но все они одинаковые и если коротко берите вот этого красавца будет он тепло сухо и еще и на пластиковые уголочки он заберите у меня кто-нибудь это говно я вам покажу нормальные радиаторы многоквартирных домах окно это практически единственная причина почему нужно поставить радиатор те у кого есть гардеробные знают что в этих помещениях не нужен радиатор и там нормальная температура секрет в том что стены потолок и пол вам подогревают соседей поэтому на самом деле радиатор нужен всего лишь как тепловая завеса перед окном просто чтобы отсечь холодный воздух и нагреть немножко помещения другой вопрос если у вас частный дом и соседей нет и уже некому подогревать стены и пол но это попозже окна в дома бывают разные поэтому и радиаторы тоже бывают разные ведь радиаторы выбирают относительно окон обычные окна вот эту вот дырку в стене через которую еле-еле просачивается солнышко некоторые архитекторы называют окном чтобы вы понимали окно выглядит вот так она практически до пола и практически до потолка вот так выглядит окно но эта дырка в стене это не окно собственно поэтому радиатора такого типа самые популярные застройщики обычно ставят либо вот такой вот панельное говно либо биметаллические радиаторы что они самые дешевые если денег немного но стиля хочется и оставлю вот такого красавца это royal термо обычный биметаллический радиатор с огромной теплоотдачей 1 плюс он дешевый 2 плюс у него огромная теплоотдача наверное самая большая из всех радиаторов и 3 плюс он выдерживает огромное давление все было бы идеально если бы не парой маленьких минусов этот радиатор называется piano for the модули этого радиатора очень сильно похожи на клавиши пианино и они вот находятся в разных плоскостях зачем вообще это дело почему нельзя было делать просто ровный радиатор но вот есть у него небольшая проблемка по дизайну и еще этот радиатор очень сложно мыть здесь очень много конвекционных жабр и на них оседает пыль обычно в биметаллических радиаторов есть вот такая вот шапочка она как раз некрасивая но она нужна для того чтобы горячий пыльный воздух проходя через него не пачкал обои шапка просто отводит воздух такой ситуации будет немножко обои пачкаться но это так мелочи если денег уже чуть-чуть побольше то следующие на очереди это трубчатые радиаторы они подходят в любой интерьер классический современный неважно они вписываются идеально в любое помещение эти радиаторы первыми начала производить компания зендер она раньше делала рамы для велосипедов а потом решила делать из этих вот рам радиатора но потом их начали сделать и другие компании сейчас есть огромное количество разных одинаковых радиаторов зендер немцы самая дорогая цена и 5 лет гарантии арбоне чуть-чуть дешевле немцы три года гарантии пурма финское производство самый дешевый вариант сейчас но сейчас у них ожидания 6 месяцев каждый радиатор надо 6 месяцев ждать будет несколько раз уже обожглись на этом поэтому больше их не покупаем есть вот такой вот еще красавец это гуарда стоит чуть дороже пурма и меньше чем зендер сурбони 10 лет гарантии и страховка 10 миллионов евро и они все есть здесь хомпите в наличии на складе в разных размерах мы берем последнее время только эти но если хочется дешевле и можно ждать 6 месяцев можно взять пурму радиатор обогревает воздух который проходит через него он должен заходить снизу и выходить сверху часто я видел что радиаторы ставят ровно под подоконник и воздуху просто некуда выходить при такой ситуации кпд сильно теряет всегда перед тем как покупаете радиатор нужно измерить высоту подоконника нам нужно 10 сантиметров сверху и столько же 10 сантиметров снизу чтобы воздух нормально заходил снизу и нормально выходил сверху фасадное остекление таких помещениях обычно уже стоят внутрипольные радиаторы скорее всего управляющая компания не даст их поменять из-за того что конвектор стоит в полу воздух естественным образом не проходит через него поэтому эти радиаторы делают максимально глубокими они практически бесполезны если они меньше чем 12 сантиметров глубиной здесь например радиаторы стоят 17 сантиметров глубиной здесь в сити для того чтобы он хоть как-то работал он не только глубокий 17 сантиметров он еще и очень широкий посмотрите как широко расположены стенки от нагревающего элемента ну и естественно если радиатор 17 сантиметров в высоту то и пол нужно будет поднять настолько же для сравнения теплоотдача вот этого радиатора примерно равна теплоотдаче вот этого большого внутрипольного радиатора вы просто посмотрите как это выглядит это когда здоровая чаша внутри пола с радиатором водяным отоплением с кучей электрических приборов вентилятором это же дикий пылесборник вы просто представьте все что у вас ежедневно собирает пылесос лежит вот здесь вот внутри это никто не убирает также эти радиаторы можно использовать только со стабильными полами плитка наливной пол или приклеенная паркетная или инженерная доска так чтобы она не сильно ходила я вот прям сильно не рекомендую использовать внутрипольные радиаторы с ламинатом потому что ламинат постоянно двигается расширяется сужается и он рано или поздно просто упрется в него есть конечно вот такие вот радиаторы во первых вот эти углы очень острые они будут постоянно за что-то зацепляться носки там драть или шторы и сама конструкция она какая-то вот хлипкая так себе история с окнами в пол я люблю ставить вот такие вот низкие напольные радиаторы у них отличная теплоотдача они невысокие и практически не закрывают окно есть конечно дебилы отдельный которые ставят вот такие вот настенные радиаторы на пол зачем просто у всех напольных радиаторов какие бы они не были есть одна и та же проблема это трубы если радиатор настенный то к нему подводить трубы можно со стены если он внутрипольный то подполом а если он напольный то трубы всегда будут проходить через напольное покрытие вот у этого радиатора никак не защищены трубы у него есть вот эти вот ножки но трубы идут отдельно если вы вдруг захотите поставить этот радиатор на ламинат просто при хождении ламината он возьмет и срежет или сомнет трубу но если сделать большой вырез ламината вокруг этой трубы тоже будет некрасиво будет такая вот здоровая дырень вокруг трубы ее будет видно раньше мы ставили вот такой вот заглушку вокруг труп это конечно тоже так себе идея и эта проблема она есть у всех напольных радиаторов у этого у этого и вот у этой вот красной хреновины есть точно такая же проблема но есть один радиатор который лишен этой проблемы это низкий напольный радиатор российского производства и только в нем решена эта проблема у него есть вот это вот ножка просто ножка всегда использовалась как как ножка и я всегда был в шоке что она ее никто не использует как кожух для трубы в этом радиаторе наконец-то решили эту проблему и от это вот ножка теперь выполняет функцию кожуха внутри этой ножки можно вырезать огромное отверстие на напольном покрытие и тогда она никогда не заденет трубу единственное этот радиатор немножко страшненький поэтому его красим в черный цвет чтобы вот не видно было всех этих неровных стыков но россия я просто не встречал больше других радиаторов такой ножкой если вы знаете то пишите обязательно в комментарии я буду только рад все так гоняются за этими фасадными окнами считая их идеальными но у них есть одна проблема вся внешняя стена это окно и там просто некуда повесить на стенный радиатор поэтому мы так и мучаемся с этими ну припольными напольными вот этими радиаторами подводами снизу через все это только из-за того что окна фасадные большие окна лучше всего когда от пола и до потолка остается примерно 200 400 миллиметров и окно не доходит ни до пола ни до потолка чтобы можно было провести сверху нормальную вентиляцию много коммуникаций зарядить чтобы можно было поднять стяжку и поставить какой-то маленький хотя бы низенький радиатор стандартные мелкие дырки в стене они уже потихонечку вымирают в новостройках архитекторы я говорю вымирают дырки в стенах выбирают окна надо ставить вот такие вот это окно на самом деле было не таким это был просто выход на на балкон вот сейчас покажу как это было страшненько да но проблема в том что в этой квартире не так много стяжки можно залить и уровень стяжки достаточно низкий чтобы поставить нормальный внутрипольный радиатор поэтому здесь стоит вот такой вот красавец во первых здесь балкон у нас теплым его утеплили вот видите насколько выше поднято стяжка на это расстояние как раз мы и утеплили этот пол и здесь у нас стоит плитка под плиткой теплый пол если вдруг тепла не хватает то можно включить вот этот вот здоровенный трехтрубчатый стальной радиатор жарит он просто аки конь это как раз тот радиатор который не нужно никуда прятать он вот и так стоит и привлекает на себя внимание и всем нравится и красивый и функциональный и еще и выступает как декор стены поэтому это конечно маст хэв если у вас высокое окно на стене повесить такой радиатор это нас радиаторов чуть больше чем я вам рассказал вот например здесь хом хите есть вот такой но у него есть проблема у него все эти грани они горизонтальные на них будет скапливаться грязь пыли все придется это все время мыть мы ищем такой чтобы грани были вертикальные есть вот такой красавец но он уже прилично подороже стоит около 100 тысяч рублей те же стальные трубчатые радиаторы можно сделать вообще без краски смотрите там вместе со швами есть и такие и есть российские козетово вот со здоровенной такой трубой такой толстой трубой вот такой еще есть радиатор но здесь конечно будет пыль скапливаться поэтому год лучше хотя бы вот такой вот но радиатор с круглым сечением каш по предпочтительнее здесь не так сильно остается пыль и их чистить очень легко просто тряпка протер и все если кому экзотики не хватило то есть еще вот такие вот красавцы итальянские и это вот у нас радиатор зеркала и это тоже радиатор зеркала а тут вот красивости какие вот это конечно красавец неплохо выглядит но и стоит тоже под 150 тысяч и это уже все для любителя но если я буду рассказывать про все радиаторы то никакого времени нам точно не хватит поэтому я буду рассказывать только про те что мне нравится я ставлю у себя в проектах терморегулятор есть огромное многообразие всяких терморегуляторов но все вот это вот это полное говно потому что эти терморегулятор называются умными то есть они как бы поддерживают температуру вот здесь вот у них есть датчик но одна из проблема этот датчик измеряет температуру прямо рядом с радиатором они в центре комнаты так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп вот примерно так вы сейчас мне говорить миша у нас из дома стоят вот эти вот регуляторы которые ты только что обосрал чё делать миша просто все эти терморегуляторы измеряют температуру прямо у себя рядом с радиатором а нам надо чтобы у нас поддерживалась температура внутри помещения поэтому есть умные терморегуляторы например вот такой вот такой или вот такой все эти терморегуляторы имеют выносной датчик вы его крепите где-нибудь например в спальне рядом с кроватью там где вы реально находитесь и он измеряет температуру передает на регулятор и регулятор уже сам подкручивает температуру вот и все просто нужно ставить умные терморегуляторы какие есть умные регуляторы это я вот тоже там ссылочку внизу в описании оставлю те что мы от тестировали они вроде как нормально вполне себя работают подводка труб типы подключений бывают разные вот это например боковое это стандартное подключение у радиаторов обычно например когда у вас хрущевка и трубы идут вот так вот и стены как раз будет удобно но это подключение не самое красивое потому что у радиатора появляются вот эти вот две трубы они отходят него уходят там в стену или куда-то дальше так себе идея вот это нижнее подключение она уже покрасивее тут нет никаких трубок вот так вот сбоку аккуратненько уходит вниз но проблема в том что вот это вот нижнее подключение она добавляет немножко к цене радиатора поэтому если хотите сэкономить то нижнее подключение она не подойдет нижнее подключение можно сделать и справа и слева и посередине где хочется есть еще одна проблема при нижнем подключении нужно как минимум 15 сантиметров от пола потому что здесь вот эти вот и есть расстояние кранов потом еще нужно сделать уголок для того чтобы этот радиатор смонтировать на стену нужно ровно подвести выводы со стены одеть его заштукатурить выводы дать им засохнуть потом снять его убрать куда-нибудь чтобы они засрали и только потом на чистовую одеть это большая проблема радиатор нужно код девать там все мы пользуемся услугой примерки то есть у них есть вот такой вот дежурный модуль который можно будет просто поставить к стене сделать по нему как по шаблону выводы а потом убрать и отдать обратно так мы не застрел свои радиаторы и они будут уже устанавливаться в нормальной чистой среде как рассчитать радиатор обычно все берут унифицированно 100 ватт на квадратный метр но на самом деле это избыточная цифра она специально сделана для того чтобы покрыть вот все квартиры какие есть но естественно этом конечно нужно меньше если квартира у вас новостройки то там уже нормальная теплоизоляция снаружи если у вас это старая панелька то там никакой вообще тип теплоизоляции особо нет поэтому если у вас дом в панельке хрущевки без теплоизоляции где сифонят окна где холодные стены там внешне ну естественно вам 100 ватт на квадратный метр вам будет нормально но если у вас на новостройка вам естественно нужно меньше радиаторов меньше тепла в любой новостройки вы можете смело использовать 70 ватт на квадратный метр и это будет точно хорошо во всей россии там холодной не холодной если вы живете в более теплых широтах вам достаточно 50 ватт на квадратный метр мне кажется вот так естественно эти все расчеты они для стандартных помещений с потолками не выше трех метров там не угловые комнаты не панорамные окна если у вас помещение нестандартное лучше конечно запросить у застройщика какая вам нужна теплоотдача на конкретных батареях на самом деле никакого типового решения не существует то есть я не могу сказать что вот этот вот радиатор ставьте и будет вам счастье такого не бывает потому что обычно задачи немного сложнее как здесь например на этой квартире сразу в одном помещении два окна одно окно большое фасадное а другое окно маленькая обычная дырка в стене ну вот как у всех дырку в стене вы уже знаете как закрывать под нее мы ставим вот такой вот радиатор это royal термо недорогой греет хорошо чуть-чуть собирает пыль ну зато стоит недорого но вот со вторым окном чуть чуть посложнее радиаторов можно поставить три варианта либо внутрипольный но он не подходит потому что у нас там холодная плита и сильно высоко стяжку мы поднимать не можем либо напольный либо настенный на стену нам здесь его вешать некуда потому что здесь дерево лучше не вешать поэтому мы поставили напольный радиатор выглядит очень хорошо кажется что он напольный и он как бы загораживает немножко окно но на самом деле он очень низкий там совсем чуть-чуть он там отъедает от вашего драгоценного окна но зато недорогой и теплоотдача от него просто бешеная вот если прям сильно там минус 35 мороза даванут то конечно можно его включать ну вот и все ребят это не гайд по радиаторам и я не претендую на звание последней инстанции в этом вопросе ведь я всего лишь простой дизайнер из полевского я просто рассказал какие радиаторы мы используем у себя в студии и надеюсь это видео кому-то из вас будет полезно подписывайтесь на канал пока пока ай стоп 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 не забывайте кстати подписываться на мой инстаграм вот здесь вот там можно увидеть все что происходит за кадром все пока пока